В общем, дом поживает хорошо, дети все живы-здоровы, сыты, одеты, обуты. Но если поговорите, Алексей Маратович, 67 воспитанников всего, из них 75% это дети, которые находятся на попечении государства. Останет больше половины, в прошлом году. Привело меня к вам сюда, вот проблема такая в детском доме. Мы оказываем услуги детям, медицинские у нас есть лицензия на эту деятельность, оказываем социальные услуги, полным облимом и качественным. Но вот вышел закон, по которому дети должны получать образование. Вот 481 закон, где говорится о том, что необучаемых детей нет. И это касается в основном детей, которые находятся именно в социальном учреждении, имеют заболевание, умственную отсталость, ДЦП, эпилепсия и так далее. Вот. И мы дважды заседали, медико-педагогическая комиссия у нас была дважды, вот, определили сначала 4 ребенка обучаться. Мы заключили договор с коррекционной школой. И обучение у нас проходит на дому. Ну, повторная психолога-медико-педагогическая комиссия определила еще 7 детей обучаться. Можно. Да, можно. Но дело в том, что, говорю, получается так. Дети у нас тяжелые. Из этих семей трое колясочников. Остальные дети с выраженными поведенческими нарушениями. Поэтому обучение должно быть проходить индивидуально. И на каждого ребенка должен быть учитель. Коррекционная школа такую возможность не имеет. Потому что это если 11 детей, 11 преподавателей. Зато у них хорошо оснащенные классы. Мы можем возить своих детей туда. Вместе с нашими воспитателями. С обслуживающим персоналом. Но у нас нет транспорта. Детей вози. И поэтому, говорю, я пишу, говорю об этом. Но пока ситуация не поменялась. Недавно нам разрешили обучать все дети. Ну вот это вот четверо детей у нас с 1 сентября уже с нас уже справлялись. Мы справлялись. Мы справлялись, да. Но когда уже вот эти еще 7 детей, да, мы уже не можем. И я с ужасом думаю, что уже учебный этот уже заканчивается. Лето быстро пролетит. И начнется 1 сентября. А у нас этот вопрос не решается никак. Хотя дети очень сложные. Но раз вышел закон. Сейчас... Кто может, конечно, должен получать. Сейчас же государство большое внимание уделяет детям, именно сиротам. Оставшимся без попечения родителей. И, следовательно, растет и ответственность за эти детей. Обязательно поможем. Я не готов сейчас сказать сроки и как, но поможем обязательно. Я постараюсь, конечно, сделать все возможное для того, чтобы не затягивалось эта помощь. Потому что вы правы. Сегодня уже апрель. Там где-то быстро пролетит. Да. А дети должны обучаться. Хотя бы попробовать мы должны. Даже из этих 11 детей, если половина смогут, запробовали. Но это нам нужен микроавтобус, наверное. Да, потому что это сопровождение там должно быть, обслуживающий персонал. Потому что сами понимаете, какие дети. Это обязательно. Я постараюсь вам помочь. Я бы была безмерно благодарна, если бы действительно этот вопрос наконец-то решился.